Очередной раз всех приветствую друзья. Сегодня у меня аппарат. Кодовое название телефона М1910F4S. Xiaomi, 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 Xiaomi. Кто как их называет не знаю. Везде по-разному. Будем менять дисплейный мануэль. Тач не реагирует. Видать повреждена тактильная матрица. Был удар. Оптический датчик тоже не как. Начинаем с крышки. Снимаем крышку. Предварительно разогреваем ее. Как обычно я оставлю на сепаратор. Греем крышку. Снимаем. Дальше по плану. Такой аппарат у нас 400 с чем-то. Около 450 евро по моему. Дешевыми эти телефоны уже не назовешь давно. Дисплейный модуль. На него это мне отправил клиент. Китайский модуль. Говорю что оригинальный. Не знаю. Похоже на то. Без рамки как видите. Такие дисплейные мануэля я не люблю ставить. Они не очень качественно клеятся. Потом есть большой риск в сравнении с дисплейным модулем с рамкой и повредить его. Вот. Ну и сложность установки конечно чуть-чуть повыше. Потому что... Вот кстати отверстие для оптического датчика заклеенное. Потому что он очень тонкий и при монтаже его если вот сюда попадет какая-нибудь совсем-совсем незначительная крошка там не знаю мусор какую-нибудь. То это все может быть видно здесь. Поэтому лучше конечно если заказывать то заказывать уже с рамкой. Где на заводе изготовители их прессуют. И безопаснее и качественнее. И так. Ставлю пока на паузу. Пока телефон разогреется. И так. Разогрели крышку. Не очень равномерно потому что мешает отдел камеры. Немного можно разогреть феном. Не обязательно положить на сепаратор. Ни разу еще не разбирал. Поэтому не скажу где здесь опасные места. Сейчас посмотрим. Откроем. Если они вообще здесь есть. А тут уже нет шлейфов. Тут уже оптический датчик отпечатка. Поэтому нет необходимости ставить вот эти шлейфа. Которые можно при открытии крышки порвать. Что мы здесь имеем. Зачем ставить защитные пломбы если они так легко снимаются. И так. Давайте посмотрим что у нас по винтам. Часто встречаются именно на этих китайских брендах. Зеленого и бирюзового цвета винты. Вчера выкладывал или позавчера ноты десятые. Читал комментарии. Там пишут ребята за канал. Да. Действительно у меня украли канал. Ну там можно сказать по моей глупости я там накосячил немного. Повелся на сообщение которое мне отправили на электронную почту. Не знаю зачем. Обычно я так не поступаю. Ну и в результате у меня украли канал. Такой вот интересный. Интересная конструкция телефон. Батарейка смотрите какая длинная. Выключится он у нас вряд ли. Зажимать кнопками проще проще. Больно плотно сидит разъем батареи. Давайте застегнем пластиком чтобы не коротнуть ничего. Впрочем подсегнем дисплей сразу. Не будем пока ничего разбирать. Проверим. Так. Включаем батарею. Включаем телефон. Ну вот появился бренд. Давайте надо снимать пластик пока. Неудобно контролировать зазоры когда клеишь дисплей с пластиком. Либо клей на него липнет. Либо еще что-то. Заработал. Код у нас 12305. 1,2,3,5. Не очень качественная картинка. Я имею ввиду самой фотографии. Вроде неплохое качество. Очень чувствительный. Не будем лазить тут по фотографиям. Какое-то нутноватое на мой взгляд. Либо в настройках что-то. Ну да ладно. Будем менять. Возможно таким и должен быть. Включаем телефон. Включаем батарею. Так. Нам нужно снять дисплей. То есть рамку менять не надо. В принципе разъем можно просунуть сюда. То есть по сути нам нужно разогреть дисплейный модуль. И просто оторвать его. Зачистить поверхность. И приклеить новый дисплейный модуль. Это все. В принципе больше разбирать здесь ничего не надо. При условии если мы сможем просунуть сюда шлейф. Я думаю что сможем. Потому что отверстие достаточно большое. Так что есть и плюс в таких дисплеях. Если бы мы меняли его с рамкой примерно. То бы пришлось бы все разбирать. И батарею отклеивать. И системку. И камеры. И так ставлю на сепар. И так друзья снимаем сепаратора. Аппарат. И отдираем дисплейный модуль. Хорошо мы его нагрели прям. Матрица тактильная. Все условно. Все условно. Да и их не покупают. Поэтому. можно сними церемониться. Но все равно чтобы не было стекла. Крошек. Лучше снять по тихому. Потому что когда начинает дисплей сыпаться. Становится очень мерзко и неприятно. Очень мелкие крошки. Дисплей. Да. Разъем спокойно вылез. Такие сейчас дисплеи. Толщину из бумаги. Это у нас стекло. Матрица здесь же тактильная. Вот она. Которая тоже у нас повредилась. Здесь вот внизу. И это уже сам дисплей. Впечатляет. Кленка реально. Смотрим что у нас здесь. Резиновая прокладка у нас по периметру идет. Хорошо было бы ее оставить. У нас повреждена. Все равно. Главное проверяем чтобы не осталось стекла нигде. Мельчайшая крошка может перевести к некачественной сборке дисплейного модуля. Остался двусторонний скотч. Можем не снимать. Он нам нисколько не помешает. Клеить будем на черный B7000. На тот же на который мы клеили Note 10 Galaxy Samsung. Давайте его прикинем. Посмотрим как он будет смотреться. Ну вот здесь у нас немного. Здесь у нас двусторонний липкий. Ну как бы не сильно. Я думаю что он прям не приклеится. Ложится нормально. Даже на битую сторону. Тут есть сколы на углу но как бы незначительные. Я думаю на B8000 ляжет отлично. Сделаем так чтобы чуть-чуть вылез клей. Я думаю потом его аккуратно обрежем скальпелем. Потому что резиновая прокладка которая здесь стоит. Тончайшая вот она. Очень тонкая. Здесь вот ее нету. И как раз клей будет то что надо. Так. То есть по сути дисплейный модуль был приклеен у нас. на вот этот вот скотч двусторонний. то есть приклеен только по периметру. Давайте так же его нанесем на дисплейный модуль. по той же схеме. Можно будет еще добавить с торца немного. так. Пусть дисплейный модуль диапазиты. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так и внизу... Внизу держала просто резиновая прокладка. Поэтому... Давайте вниз нанесем вот сюда. Продолжение следует... 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 В принципе простая замена, я думаю будет возни побольше. Рабочий день у меня подходит к концу, оставлю его на зажимом на всю ночь, так уж получилось, что будет идеальным вариантом. Так, крышка белая, наносить клей будем на двусторонний скотч строго, черный не пойдет, будем клеить прозрачный басим тысяч, потому что черный оставить следы, это будет заметно. Так вот я начал рассказывать с каналом, у меня украли, я обратился в службу поддержки, естественно, все это длилось долго, учитывая еще, учитывая еще то, что пришлось это на половину карантина, в общей сложности где-то полгода я ждал, если бы не вирус, то я думаю все это было бы ну месяца три с половиной мне кажется. Так что так вот, будьте осторожны с интернет мошенниками. 6 зажимов вполне достаточно для такого маленького опарата, кстати это тоже Note 10, только Mi Note 10 Pro. Цену дисплея я по-моему не говорил, не знаю я сколько она стоит, смотрел я на Али, на Али цены колеблются от 80 до 150 евро в зависимости от качества. И так друзья, всем спасибо за внимание, это был Mi Note 10 Pro, замена дисплейного модуля, как вы сами могли убедиться, не очень сложная. Ничего у нас даже нигде не повылазило, ни белый, ни черный B7000, вообще идеально все получилось, я думаю клиент останется довольным. как обычно это мой клиент, беру 10 евро за замену 10-15. Всем спасибо за внимание друзья, спасибо за поддержку, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, до новых встреч. Какой-то нереальный зум у этого телефона я вам скажу. Очень хорошая картинка, шикарное качество дисплея, сразу его было не разглядеть ввиду заставки, но сейчас вот я нашел здесь фотографию, чтобы показать, что 108 мегапикселей, какой-то кошмар, чувак сидит на лавочке, вот такие дела. Вот такие камеры сейчас стоят на современных смартфонах. dobrze, пожалуйста. Выпосит скорбенья месяц. Продолжение следует...